рассказ о карапузе о его геройском поступке он стоял впереди всех я сейчас подойду к месту происшествия а потом ближе покажу еще карапуза если получится к нему подойти поближе заметил с кухонного окна крики такие поднялись страшные вопли и куры начали разбегаться я посмотрел что какая-то огромная птица чем-то напоминающая серую ворону только размером вот такого приблизительно или даже чуть больше села где-то в этом месте вот тут и давай крутить головой клюв вроде бы был ровный не и не загнуты лапы темные ну а так я не рассмотрел потому что хотелось побыстрее избавиться от этого огромного пришельца карапуз проявил отвагу и спрятался первый за деревом вот там сразу за зеленью а все остальные выстроились за ним туда дальше ну кто был с этой стороны и он громче всех кричал ругался на эту птицу вот такой вот он лучший специалист конечно птица начала улетать когда я начал кричать в окно хорошо потому что оббегать не было бы долго очень цыпленок который вечно моих ног трется вот только что дудо пел а карапуз поет чем-то напоминая пивня вот у них очень похожее начало только карапуза быстро заканчивает а пивонь такое у него красиво вот сейчас пиво не поет бэк вокалом общем генералу генерала карапузу выступает ну давай спой спой птичка на что ж ты делаешь прямо на камеру у него значит образовалась такая майка как жилетка вроде а там то ли рубашка то ли галстук черный с такими желтыми по полукольцами на пи на каждом перри скорее всего что пивонь является родственнику родственников этому гордому самцу карапузу он он пошел клепать занимать место лака вокалиста когда-то я обменивал курочек на петушков петушки у меня не выжили их задавила лиса очень крупные были очень крупные раза в два шире чем сейчас карапуз курочки остались и был петух я попробую найти фотографии поставить на не не буду ставить в телеграме осталась ссылка и на это на этой ссылке в чате телеграма там отец прямо на заставке от этого пивня он был рыжий такой вот светло-рыжий так что каким-то образом являются они родственники родственниками очень часто карапуз тренирует воздушную тревогу пролетает кто-то или не пролетает но он в общем издает сигналы посматривает на небо и пытается что-то сделать в этой ситуации но хоть что-то наверное я его посажу в клетку какое-то время он там побудет или выпущу к цыплятам чтобы он их водил по загородке туда цыплятники бывшей петушарни присматривал за ними но не знаю будет присматривать или нет но по крайней мере он подпрыгнул видели вы это видели вот так куры достают эти листья топинамбура вверху уже почти все клевали те что мелкие не сгибают их а именно подпрыгивает баскетболистские свои наклонности улучшают пошел опять гонять в пивне работа такая начальник если я решусь на это дело отсадить его то значит будут бои а если нет то так и останется потом надо будет какого-то из петухов тоже отсадить в клетку или цыплятам и мы посмотрим как все это будет происходить похоже на курочку это та курочка что снималась вместе с казуаром сидела на кастрюльке самая крупная среди полосатого рейса вон тоже курица только что подпрыгнула это с черными лапками из лютиков в этом году с черными лапками а он как прыгает даже крыльями не машет а зачем если есть лапы он опять прыгнул ну что-то я отвлекся куры под его командованием в основном гуляют по под деревьями так что надо аккуратно быть воздушная тревога не подводила еще никогда я так думаю не подводила а карапуза пошел пошел на пивне на пивне пошел пиво не решил бороду отращивать как этот киану ривз и ракезы и в бороду сейчас сейчас она наступает наступает пойдет дальше или нет ну-ка ну-ка ну-ну ну давай давай ну прыгни ну она как курочка вот так с вами был Арсений Селезнев и карапуз такой вот рассказ про карапуза продолжительный подписывайтесь на канал смотрите обновления пока